Здравствуйте, мои дорогие! Алёшенька, Ксюшенька, Вероникочка и все остальные, ваш весь квартет, оставшийся к семьи. И вот так семья образовалась, которая, к сожалению, переболела вот эту неделю. Но это же легкая такая простуда, так что я думаю, что пусть лучше легкая, чем что-нибудь там такое. Как говорится, отдали дань болезни, она успокоилась и все снова пошло своим чередом. Ну, как говорится, легко отделались, молодцы. Что я хочу сказать? Алёшенька, ты молодец, что там чинишь, что ты и бойлер починил, и смеситель сделал. Я, конечно, вот не успел это в письме написать, как бы там было всё ясно, что ещё раз повторять. Но это действительно всё очень приятно, когда ты своими руками смог это сделать. Весьма, так сказать, части удалённые от нашего обихода. Ну, по крайней мере, это не так обычно для нас, как что-то там, провода какие-то разорванные, сгоревшие починить. Это нам проще. А вот тут ты молодец. Короче, вот это здорово всё. Домашние ваши хлопоты успешные. Вот Вероникочка, она молодец, что она всё вперёд идёт, уже в буквальном смысле скоро и к ходьбе дело пойдёт. Ну, ещё, конечно, и ползать надо, там, так сказать, пройти эту фазу. Ну, во всяком случае, всё развивается, видно. Да, ну, вот она всё-таки ещё эту самую бусю хлопает достаточно жёстковато, так надо ей вот учить её как. То есть так же, но только мягонько к ней прикасаться. У неё жёсткость ещё есть, как будто это что-то не буси, а резиновая какая-то игрушка такая, да ещё из какого-то, плотного материала. И вот она так вот не знает ещё, как это надо, не знает. Прикасаться, чтобы будь... Она, конечно, будь и молодец, она терпит прямо специально, как знает, что надо терпеть. Ну, терпеть-терпеть, но всё-таки и учить теперь не поздно ещё. Как надо мягонько. Именно прикасаться, даже не бить. Вот это вообще движение надо убрать по отношению к живым существам. Там она может книжки бить, и то иногда это кончается плачевно. Но, во всяком случае, не бусиньку. Так что ещё доработать этот пунктик. Потом, что я так в исторических событиях интересно подметил, что вот сейчас Россию защищает Панченко. Да? Диана она по имени. Ну, она как бы вот вся была окунута в эту атмосферу Украины после распада Союза. То есть, казалось бы, должна такая враждебная, как все там, вырасти. Но она не выросла. По крайней мере, у неё как бы ум начал превышать эти пропагандистские трюки. И она разобралась, что к чему, что здесь... Сначала она догадывалась, что что-то нечисто, что-то не так. А потом вот она пошла на открытую конфронтацию, и теперь ей в Украине там делать нечего, потому что на неё точат зубы эти вот охмурённые пропаганды. Ну, ладно. В общем, она... У неё говорящая фамилия Панченко, это от слова паны. То есть, вот она пытается вот эту паны, да, дефект этот, который в Украине в пропаганде прослеживается, убрать, потому что всё это потом будет кончаться для Украины, прежде всего, плохо. Украина страна слабая, и она как бы рассчитается за всё своё плохое отношение к России, потому что, ну, ясно, что сильный даст сдачи такой, что я тебе, мама, не горюй. Поэтому вот она хочет как-то отрегулировать, как бы, ну, чтобы и украинскому народу не досталось за всё это злодейство, которое на них нагнали инструктора Запада. Панченко, вот она как бы модератор отношений. Вот нашёлся умный человек из той среды, который, наконец, выше пропаганды стал и стал делать что-то для будущей Украины, которая будет с Россией. Ну, иначе нельзя Украине вообще существовать, потому что Россия должна иметь буфер в лице этих земель. Сейчас это ясно, что она всё возьмёт, всё до земельки, никому ничего не отдаст от Украины, потому что, как сказал обозреватель Вассерман, он всегда подчёркивает, что он Вассерман на первое слово «ударение», ну, немецкий такой у него порядок ударения. Так вот, он сказал, что нельзя оставлять хоть какой-то кусочек для вот этой вражеской Украины, то есть всё это потом превратится в плацдарм для подготовки новых вот этих вот. То есть там надо всё вот буквально перевоспитать. Ну, бандеровцев уже перевоспитывали, и я подозреваю, что вот в Бийске вот эти девочки, которые в училище-то пошли, милые, добрые девочки, они являлись детьми бандеровцев, потому что это всё украинские фамилии, ну, их сослали, да и всё, ну, как бы они растворились так на перифериях там на всех, но это не так безобидно, как кажется. Вот такие вещи, короче. Вот, кстати, смотрите, вот сейчас эпоха капитализма в России, да, ну, на Украине, естественно, капитализм, там ещё какой-то воровской капитализм, ну, ненормальный, то есть он сам по себе деформированный. Нормальный капитализм – это здоровый строй, который ничего плохого уж такого не несёт, но когда капитализм занимается грабежом, как Америка, вот это грабительский капитализм, или начинает здесь раздор на территории бывшего СССР, то это уже деструктивный капитализм, и вот наш здоровый капитализм российский, он борется сейчас с этим деструктивом, деструктивным капитализмом, но заметьте, что вот капиталистическая формация, она всегда связана с войнами, и кто бы там ни задирался, кто бы там ни провоцировал, всё равно ясно, что в эту формацию мир невозможен. А вот советский строй, который с 2061 года, он будет дружбу народов пропагандировать, простое вот такое ключевое понятие, ну сколько социалистических стран мы уже получили тогда в своё время после войны, в 45-м году, и вот вам целый лагерь образовался, и трубопровод дружбы, и там чего-то конец совместного, и всем всё выгодно и хорошо. Мы их всех задабривали, именно о себе-то не думали так, а вот задобрить бывших тех, кто был на позициях антирусских, вот тогда нам много стоило это денег. Одну прибалдику там, Господи, снабдили новыми заводами, чем только мы её не снабдили, и она всё равно под влиянием распада стала опять антирусской. Ну, в общем, понятно, что история сложна, и всё время мы вливали эти бешеные деньги, чтобы задобрить, но не можем мы задобрить таких врагов, которые уже давно были в истории для нас. Они как бы потом подружились через победу России в Великой Отечественной войне, но снова потом выказали своё лицо, и ничем не унять эту вражду капитализма. Вот сейчас у нас как бы всеобщий капитализм, там американцы кричат, это моно-общество, где нет полюса второго, монополюсное. Ну, да, ну вот он, капитализм. Опять все воюют, казалось бы, что системы нет вражеской, а все всё равно воюют, разборки, и каждый свои интересы по-прежнему хочет отстоять любой ценой, хоть кровавой, хоть какой. Вот вам и капитализм. Поэтому с 2061 года это будет как бы новая заря новой политики. На уровне страны, которая будет огромная, да, это новая СССР. Она прибавит там и страны Скандинавии. Не сейчас, как вот эти говорят, Симпсоны там всякие, а вот именно тогда, когда пройдёт эта эпоха общего капитализма, где капиталисты всех стран вовсе не объединяются, а дерутся как бешеные и раздирают земной шар на сферы влияния. Да, и ничего их не объединяет и не консолидирует никакая вот эта общая якобы хозяйственная черта капитализм. Нет, они принципиально враждебны. Даже вот слушайте, этот самый Жириновский, он же ведь сказал, нету никакой дружбы народов. Это он уже в капиталистическом, так сказать, строе бекларировал, что Россия тогда делала сладкую фальшь при советской власти. Ну, а мы убеждены, что она есть дружба народов. Настоящие коммунистические силы знают силу дружбы народов, теплоту народов, когда они являются скреплёнными общими политическими, хозяйственными интересами. Вот страны Варшавского договора. Ведь из кого они были-то? Из той же Прибалтики враждебной. А во что мы их превратили, да? Вот. Из чего мы сделали эту конфетку социалистического лагеря? Сами понимаете. Вот что такое политика конструктивная. То есть такая тоже есть, но это когда страны социалистические. И мы защищали свои страны, мы стали Северный Вьетнам защищать, когда американцы там начали бомбить и так далее. У нас содружество самое такое чуткое, честное, и мы поддерживали пострадавшие страны. Всего доброго. Я вас люблю, Алёшенька, ты герой, молодец, хозяйственник настоящий. То, что я не успел тебе написать, я вот сказал. Всего доброго. Люблю, целую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok